Компанию по легализации стихийной торговли развернула в Гограде местная администрация. В поле зрения проверяющих торговцы, которые облюбовали прилегающие территории к двум крупным рынкам в Краснооктябрьском районе, это так называемая Птичка, и в Рашиловском, в районе остановки кинотеатр «Мир». Однако сегодня на тротуаре возле Птичьего рынка съемочная группа «Высоты-102» привычной для местных жителей барахолки не обнаружила. Обитатели около рыночного пространства в течение последних трех недель администрация города предупреждала, что готовится рейд и предлагала добровольно переехать на Ярмаков-Дзержинский район, где много пустующих мест. Для бесплатного переселения торговцев на законный рынок власти пригнали два автобуса. Желающие сменить торговую точку нашлись, но довольно далеко не все. Я не поеду, потому что мне это неудобно. Неудобно почему? Далеко. Я здесь рядом живу, мне здесь удобно. Я пришел, те же железки там положил, там что-то продал, не продал, как бы и все. К предложению администрации переехать на рынок в Дзержинский как относитесь? Явно отрицательно. Почему? Неудобно. Ну как почему? Добираться, заплатишь за место, а какой результат будет еще неизвестно. Плюс жестокая конкуренция. Помимо того, что торговля за пределами рынка незаконна, есть и другие причины для зачистки территории. Здесь нет специально оборудованных мест парковочных, все хаотично расставляется и транспорт. Люди торгуют не только, скажем так, на прилегающей территории, а на всех ближайших улицах, которые... Это доставляет естественное неудобство жителям в близлежащих районах. Поэтому жалобы идут, опять-таки, системно, постоянно и в адрес администрации города, района. Поэтому эти мероприятия, они направлены только на одно – создать законные, цивилизованные благоприятные условия для осуществления этой деятельности. А эта территория в дальнейшем уже силами Краснооктябрьского района будет благоустроена, наведен порядок и станет цивилизованным видом. В жилгородке действительно оказалось много свободных торговых мест, но меньше и покупателей. Едва оказавшись на ярмарке, бывшие торговцы с птичьего рынка моментально разложили свои товары привычным для них способом – прямо на земле. В данный момент нас, видите, встретили нормально, места нам сделаны. Ну, нас устраивает, какая разница, люди все равно придут. Руководство рынка уверяет, что как только с новичками будут оформлены все необходимые документы, им предоставят более комфортные условия. У нас имеется оборудованных 611 торговых мест в соответствии со схемой дислокации. Из них занято на постоянной основе 120-130 торговых мест. Значит, в настоящее время мы готовы принять около 3000 торгующих, предоставить им торговые места. Пенсионерам, участникам войны, садоводам, огородникам места предоставляются бесплатно. В администрации города подобные рейды называют плановой работой по наведению порядка в сфере торговли. Напомним, недавно власти приступили к демонтажу незаконного авторынка около остановки «Зеленое кольцо» в советском районе. Прежде под снос по решению суда пошел стихийный рынок на остановке школы номер 107 в Кировском районе. В этом году в городе демонтированы десятки киосков и торговых павильонов, владельцы которых не имели договоров аренды земельных участков.